МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За матчем сборной Германии против угладателей Кубка Азии команды Австралии на стадионе Фишт следили почти 29 тысяч болельщиков. Среди них был и глава региона Вениамин Кондратьев. Как отметил губернатор, встреча прошла на высоком организационном уровне. Безопасность гостей и болельщиков тоже под контролем. В рамках Кубка Конфедерации стадион Фишт примет еще три матча. Безопасность стадиона и всех, кто на него придет, тоже на высочайшем уровне. Около 8 тысяч сотрудников МВД обеспечивают безопасность. Полторы тысячи сотрудников Росгвардии и около тысячи казаков. Кроме того, хочу добавить, что 16 бригад врачей дежурит. Транспортная инфраструктура очень хорошо организована. И надо понимать, что мы находимся с вами в разгар курортного сезона, хотя погода, может быть, не совсем благоволит. Тем не менее, нам сегодня уже пришлось разводить потоки отдыхающих, потоки болельщиков. И нам это сегодня удалось. Напомню, что вице-премьер России Виталий Мутко также высоко оценил подготовку Сочи к Кубку Конфедерации. Он отметил, что город-курорт полностью готов к играм. Все службы работают в усиленном режиме. Вы в курсе, что на две тренировочные базы в Сочи претендуют уже 14 национальных сборных по футболу? Лучшего сочетания инфраструктуры и климата быть не может, решили участники Кубка Конфедерации. За места под солнцем предстоит нешуточная борьба, а утешительными призами в которой могут стать базы в Анапе и Геленджике. Высоко оценили Сочинский Кубок Конфедерации на более высоком правительственном уровне. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Отличной оценки правительства Российской Федерации удостоена четкая и слаженная работа Краевого Уркомитета, благодаря которой турнир прошел без сбоев. Также отметили качественную работу всех краевых министерств, ведомств и служб. Однако успех Кубка Конфедерации – это всего лишь промежуточный экзамен на чемпионат мира. Вместе с именитыми командами приедет огромная армия их фанатов. Напомню, в Сочи запланировано 6 матчей, так что курорту снова нужно с максимальной ответственностью начинать подготовку к предстоящему Мундиалю 2018. Накануне много не мало престиж края и страны. О прошлом и будущем футбольного Сочи. Сегодня мы поговорим с заместителем главы города, который непосредственно курировал процесс подготовки футбольного праздника Сергея Мьюрченко. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Кубок Конфедерации в Сочи отшумел, получил высокую оценку как болельщиков, так и правительства страны. Стоит сказать, что наш город на общем фоне выглядел более чем достойно. Также знаем, что во многом это благодаря постоянно работавшему на Кубке городскому штабу. Какие вопросы там приходилось решать и что оказалось решать сложнее? Это не только городского штаба. Городской штаб работал уже непосредственно в период проведения и за несколько дней до начала Кубка Конфедерации. Это работа большой команды. Команды Краснодарского края, администрации города Сочи, соответственно, Министерство спорта России, Оргкомитета 2018. Организационный период у нас достаточно давно начался. Мы уже там много лет занимались подготовкой. Что касается уже на финальном этапе перед Кубком Конфедерации, во время Кубка Конфедерации, когда вышел на работу уже оперативный штаб, то мы в первую очередь затрагивали вопросы того. Работа волонтеров, работа последней мили, это прилегающие территории к стадиону, это работа всех сервисов непосредственно на территории прилегающих стадионов, транспортная логистика должна была быть обеспечена, работа общегородского транспорта, электропоездов «Ласточка». Это работа по маркетинговой деятельности, то есть продвижению города-организатора. Соответственно, мы видели, это озеленение, это баннеры, это флаги, которые говорили о том, что в городе Сочи проходит Кубок Конфедерации. Это соблюдение вот этих всех условий, соблюдение условий правил торговли в период проведения Кубка Конфедерации. Мы должны были обязательно посмотреть, чтобы у нас не было так называемой паразитической рекламы. То есть у нас есть 108-й федеральный закон, который говорит о подготовке к Кубку и к чемпионату мира по футболу. И там есть определенные специфика по реализации той или иной продукции и также по рекламе той или иной продукции. Потом эта работа, связанная с ограничением продажи алкоголя на прилегающей территории к стадиону. В общем, это все такие вещи, которые должен был в постоянном режиме отслеживать и мониторить оперативный штаб и при выявлении каких-то недостатков, соответственно, реагировать на это. Транспортная логистика, кстати, была признана в Сочи лучшей среди всех городов-организаторов в России, хотя наш город не федерального значения. Благодаря чему удалось добиться такого успеха? Мы понимаем, что основа основ была заложена во время Олимпийских игр. Поэтому вся логистика, логистическая система города построена таким образом, что здесь возможно двигаться с минимальными пробками. Но непосредственно Кубку конфедерации в рамках мастер-плана транспортного было увеличено значительное количество подвижного состава. Это городской автотранспорт, автобусы и электропоезда «Ласточка» по направлению Олимпийский парк и обратно. И с учетом слаженной работы, с учетом увеличения количества подвижного состава, конечно, нам удалось достаточно оперативно как привезти, так и вывезти всех с футбольного матча, причем без затруднения. У нас, конечно, были небольшие шероховатости, которые мы учтем уже при чемпионате мира по футболу, но практически, не скажу идеально, но очень хорошо мы провели эту работу, связанную с транспортом. Поэтому все-таки основа основ – это сама логистика города. Она была обеспечена еще в 2014 году. Ну а в таком случае, раз были уже эти шероховатости в следующем году к чемпионату мира, что изменится в схеме движения транспорта? Решили уже? На самом деле, схема движения транспорта не изменится. Будет единственное, что увеличено количество подвижного состава. Вы знаете, может, показывает практика, это и не потребуется, но тем не менее, мастер-план уже определен, и поэтому количество будет увеличено. Автобусы, городские пассажирские автобусы будут также, с учетом тех привлеченных, которые работали на Кубок Конфедерации, это 100 дополнительных автобусов. И также будет увеличено количество электропоездов «Ласточка». Единственное, какие были моменты, мы поставили расписание, и по расписанию зачастую мы видели, как скапливалось на выход из стадиона уже большое количество людей, и надо было отправлять поезда заранее, по мере накопления людей на платформе. Это первый день у нас, с этим мы столкнулись, с этой проблемой. В последующие дни, в последующие матчи мы, соответственно, начинали отправлять именно электропоезда, с учетом загрузки их. И на Чемпионат мира мы тоже понимаем, что будем именно в том же режиме работать, и еще и с учетом того, что у нас будет большее количество этих электропоездов. Город, конечно же, наш прихорошился во время Кубка Конфедерации, чувствовалось это во всем, и клумбы, и наклейки на автобусах. Все это будет поддерживаться в таком же виде до Чемпионата мира? Скажем так, нам нужно будет переодеться. Дело в том, что основное украшение города – это было Кубок Конфедерации. Теперь у нас будет Чемпионат мира. Конечно, какие-то конструкции, какие-то вещи мы оставляем на весь год до Чемпионата мира, но большая их часть будет изменена. То есть мы сейчас снимем все, и уже примерно в мае месяце 2018 года, в апреле-мае месяце, начнем заново все вешать. То есть должно быть новое, красивое, потому что за год это все, конечно, будет уже в ненаглядном виде. Наши новые фишки, которые были выданы, это футбольные мячи, которые всем очень понравились, кто бы ни приезжал в город Сочи, в том числе иностранцы, они отметили, что по направлению к аэропорту, вокруг Олимпийского парка, клумбы в форме мячей, это озеленение действительно. Ну, такая красивая, красивая была очень. И я думаю, мы просто на Чемпионат мира не только оставим в том же объеме, но даже где-то и приумножим. А что касается волонтерской программы, на Чемпионате мира будет работать тот же состав или планируется провести дополнительный набор? Единственное, у нас на Кубок работало 1130 городских волонтеров, на Чемпионат мира у нас там более 1500-1580, если не изменяет память. Начнем мы уже отбор в сентябре этого года. Надеемся, что основная часть это будет тех же людей, тех же ребят, которые, на мой взгляд, сработали просто великолепно. Я даже не ожидал, что мы можем так гостеприимно, так активно, так сплоченно отработать матчи Кубка Конфедерации. И я очень надеюсь, что мы сделаем это и на Чемпионат мира, и даже лучше. Гостеприимство Сочи не отметил, наверное, только самые ленивые. Как создавался этот образ? Ну вот, если в деталях, что именно, по мнению штаба, должно было символизировать гостеприимство? На самом деле, все, о чем мы с вами говорим, это и есть, наверное, этот образ созданный. Это оформление города-организатор. Это, безусловно, транспортная возможность свободного передвижения. Причем, напоминаю, что люди при наличии билета могли переезжать по городу бесплатно. Это, конечно, начинали с аэропорта. И с транспортных хабов, это с ЖД вокзалов. Когда люди к нам приезжали, болельщики, они сразу видели атмосферу созданную. Это украшен город. Второе, находились волонтерские точки, палатки, так называемые, информационные, где стояли волонтеры, очень красивые, улыбчивые, постоянно. Причем, знающие тему, умеющие говорить на иностранных языках, это очень много дает, скажем, плюсов нам. Потом мы делали соответствующие буклеты, гиды по городу Сочи, которые не только давали направляющие, указатели, но и говорили о том, в каких ресторанах, какие кафе можно достойно пообедать, поужинать, в каких отелях желательно остановиться. А, соответственно, мы для того, чтобы эти отели и рестораны все указали в гиде в нашем, то мы с ними провели предварительную работу очень большую. На протяжении года, двух мы работали с ними. Поэтому это все вместе, оно и складывало такую положительную атмосферу. Конечно, озеленение, конечно, само лето, это город, у нас праздник. Это все вместе, оно дало такой позитив. Нам повезло, что у нас не было дождей. Причем, на мой взгляд, этих сильных дождей не было никаких. И поэтому вся атмосфера, она только способствовала хорошему настроению. Да, действительно, все эти детали создавали этот общий образ. А зона гостеприимства рядом со стадионом Фишту. Как родилась идея сделать ее именно такой, в виде корабля? На самом деле, это идея наших сотрудников, сотрудника Департамента перспективного развития города Сочи. Символизировалось это направление, что город, там не весь корабль, да, скажем, носовая часть его, что мы идем вперед, идем вперед, мы такие же красивые, мы такие же умные. У нас же можно было зайти в эту носовую часть корабля и посмотреть, в принципе, некий интерактив о городе Сочи, получить информацию о городе Сочи. Возможность была направить к себе домой болельщики любого города, с любой страны, могли направить открытку с логотипом города Сочи. В принципе, идея, я же говорю, родилась у сотрудников, как направление вперед, да, настраиваемся на курс взят, на чемпионат мира. А есть ли наметки, какая-то зона будет по временам идеальной? Да, у нас есть наметки, но пока это тайна. Интрига. Хорошо, оставим. В Сочи в наследство от футбольных состязаний остались футбольные поля. Вот сейчас на них идут тренировки. Ну и что вообще на них происходит между Кубком конфедерации и чемпионатом мира? На самом деле тренировки не проходят на этих полях. Они сейчас готовятся к чемпионату мира. Проходят процедуры подготовки и самих полей, травы и инфраструктуры, которая создана непосредственно на тренировочном поле. И эксплуатироваться они не будут до чемпионата мира. Это условия FIFA. Стадион Фишт после турниров планировалось передать городскому футбольному клубу Сочи. Но как раз во время проведения Кубка конфедерации начались разговоры о том, что клуб переживает не лучшие времена и вполне может закрыться. Что об этом сегодня известно? Ну, на самом деле клуб не то, что он может закрыться. Сейчас делает перерыв, годичный перерыв. И через год инвесторы, собственники клуба планируют возобновить его работу. В принципе, это нормальная практика мировая. И мы понимаем, что клуб полностью финансируется за счет частных средств. И говорить о том, что это неправильно, или мы видим какие-то риски, связанные с отсутствием футбола в городе, ну, наверное, не так. Очень много прогнозов слышно и о самом стадионе Фишт. Не рискует ли он превратиться в памятник прошлому после Чемпионата мира? Об этом много говорят. И вице-губернатор Далуда Николай Александрович, курирующий подготовку к Чемпионату мира на уровне субъекта Краснодарского края, субъекта Российской Федерации, Краснодарского края. Уже было много сказано о том, что нет, конечно. И у нас есть уже опыт, и мы видим, практика показывает, что все олимпийские объекты работают, соответственно, стадион Фишт будет работать. Вопрос теперь, каким образом его будут использовать? Ну, идей много, и я думаю, конечно, в первую очередь это будет использоваться под проведение каких-то товарищеских клубных и других матчей, в том числе звездных команд, иностранных государств, которые будут приезжать в Сочи, играть здесь. То есть это будет в первую очередь площадка для футбола. Второе, как говорили, это возможно в каких-то перерывах футбольных баталий, это будет использоваться как культурная площадка, деловая площадка. В принципе, это все физически делается. Как мы уже видим, что на других объектах мы можем в течение дня заменить лед на покрытие под волейбол, под баскетбол и так далее. Это все, в принципе, технически возможно. И думаю, все будет зависеть от того, насколько правильно мы построим маркетинговый подход к использованию этого объекта. Много, конечно, было сказано, но все же, чем сегодня занят Сочи в плане подготовки к чемпионату мира? Вы знаете, мы не стоим на месте, у нас есть государственная программа, реализация которой требуется в 2018 году. Конечно, мы смотрим, ровным счетом подвели итоги и поняли, где наши недоработки были. Они были, конечно, пусть и незначительные, и постороннему глазу незаметно, но мы это видели. Это сейчас все мы отработали и начинаем устранять. И не только устранять, но и реализовывать эту программу, которая у нас на 2018 год. Это тоже самый транспорт, это тяжеловолонтеры, это продвижение также слова дня. Это когда может любой гражданин в муниципальных учреждениях города получить какие-то общеизвестные фразы на английском языке, их перевод и так далее. Это, конечно, украшение города-организатора и так далее, и так далее. Но основной еще момент, который у нас добавляется в 2018 году, который не был в 2017, это большой проект, это фестиваль болельщиков. И это действительно прямая уже зона ответственности города Сочи. Мы сегодня находимся на стадии разработки технического задания. В ближайшее время, я думаю, уже в сентябре мы выйдем на торговлю. Я имею в виду, расторгуем государственный контракт, муниципальный контракт и приступим к концу этого года, уже к началу работы. Это достаточно такая будет большая площадка, которая расположена на территории Южного Мола. Входная группа этой площадки будет аж на улице не сербская, то есть не как в Олимпийские игры. Площадка места тоже самое, на Олимпийские игры она была достаточно меньше, чем сейчас. Сейчас данная площадка, которую мы готовим, она будет позволять, вместимость будет до 10 тысяч человек одновременно. Площадка будет работать ровно месяц, 30 дней, ежедневно. Возможно, там 3-4 выходных мы сделаем, когда не будет никаких матчей. Что это такое? В первую очередь, это возможность посмотреть все матчи, которые будут проходить на чемпионате мира по прямой трансляции. В том числе те, которые будут проходить на стадионе Фишты. Можно будет посмотреть, находясь на территории фестиваля. Фестиваль, еще другим словом, фан-фест, он будет представлять ежедневно тоже концертно-развлекательные программы. В том числе мы планируем, что у нас будет достаточно много звезд российской эстрады. Не только коллективы города и Краснодарского края, но и звезды эстрады. Возможно, мы будем делать через день, через два, это подобные концерты в перерывах между показом этих матчей. Это, конечно, будет такая публичная территория, на которой можно будет приходить, отдыхать, интерактивы всяческие проводить. Возможность будет там и покушать, и поболеть за ту или иную команду. Поиграть, возможно, где-то и в футбол. В общем, что-то подобное мы попытались постоянно делать перед Кубком конфедерации. Там делали парк, соответственно. Ну вот это все, что мы делали по частям. То есть это будет выражено в неком большом виде и на протяжении 30 дней. Потому что там же будут и партнеры FIFA, они будут представлять свои услуги. В общем, я думаю, это такая концертно-развлекательная площадка на 30 дней. Будет просто обеспечивать взрыв, там интерес громаднейший у всех приезжих. Город – это тем более место, когда проходная зона, все идут на пляж, с пляжа, по набережной гуляют. Конечно, будет для всех очень интересно. Здорово. Все вот тут задействованы. Мы улицу Несербскую планируем в ограничье движения. То есть у нас сделаем пешеходной зоной на этот период. Там машины не будут ездить. Все будут пешком приходить, смотреть. Вход свободный всегда на этот фестиваль болельщиков. То есть посмотреть на большом экране, чтобы так было сравнение, понятно. Это примерно 90 квадратных метров будет экран стоять, который будет в прямом эфире показывать футбольные матчи. Большая сцена, я не помню сейчас сколько, но примерно 17 метров высотой сцена будет стоять. То есть такой уровень будет серьезный. Концерт, звук, свет. Такая будет здоровая концертная площадка. Поэтому мы ждем этого сами. Для нас важна вообще безопасность. В общем, сработали в этот раз на Кубок конфедерации, ну безупречно. Нам очень помогли и приданные силы. Даже МИД страны отметил. Кубанское казачье войско достаточно активно привлекается для организации охраны общественного порядка. И вы знаете, мы этим занимались и в ходе олимпийских и паралимпийских их, где 500 казаков в постоянном режиме во время проведения олимпийских и паралимпийских их применялись именно или привлекались для охраны общественного порядка. На сегодняшний день конкретно на Кубке конфедерации привлекается для этих целей 625 человек. Где занимаются, вернее, где эти люди расставлены и какую задачу они выполняют? Прежде всего, 350 казаков занимаются именно охраной общественного порядка совместно с сотрудниками полиции. Не самостоятельно. Казаки Кубанского казачьего войска на сегодняшний день самостоятельно нести службу по охране общественного порядка не могут. Поэтому старшие наряды всегда сотрудник полиции. Рядом с сотрудником полиции 2-3 казака согласно расстановке именно руководства полицейского. Понятно, да? И, естественно, по тем маршрутам, которые тоже утверждают сотрудники полиции. Дальше 150 казаков занимаются охранной деятельностью. Это непосредственно охраняет стадион Фишт. 140 человек, 140 казаков участвуют в качестве контролеров-распорядителей во время проведения игр Кубок Конфедерации. И остальные, где-то, не помню, но порядка 80 человек занимаются охраной муниципального имущества на пляжных территориях, которые вот здесь, в городе Адле, то есть в Адлере, в Хосте, в Лазаревке и в центральном районе Сочи. Кроме того, казаки Кубанского казачьего войска участвуют в охране и транспортных узлов, в охране общественного порядка на транспортных узлах. Это и рапорт города Сочи, это и железнодорожные вокзалы, и в центральном Сочи, и в Хосте, и в том числе в Адлере. Так что достаточно активно привлекаются для этих целей. Сам же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что высокую оценку участия региона в Кубке Конфедерации помимо правительства страны дал и сам президент FIFA Джанни Инфантино. Краснодарский край еще раз доказал, что способен проводить крупнейшие мировые соревнования на самом высоком уровне. Большой футбольный праздник в Сочи прошел красиво, качественно и безопасно. Это была генеральная репетиция чемпионата мира по футболу, который пройдет в России следующим летом. Мы ждем всех болельщиков на чемпионате мира в 2018 году. Я гарантирую, такой же радушный прием. Сейчас тренировка была. На чемпионате мира мы сразу понимаем, если мы сегодня видели, сколько у нас там 8 команд играло, то в чемпионате мира это 32 команды. Правда, действительных городов 11 бы. Но тем не менее, только в Сочи уже 6 будет игр вместо 4. Настолько и активней будет. Почему? Если мы сейчас наблюдали, у нас сборная Германии приехала, допустим, не первого состава, а второй, третий состав они привезли. То здесь приедут лучшие футболисты мира на чемпионат мира. Соответственно, за ними потянутся большое количество иностранцев, непосредственно болельщиков тех стран. Это тоже очень много. Сейчас говорили о том, что, конечно, основная масса это россияне были. И не только основная. Это не помню процент. Ургкомитет делал итог, подводил. Достаточно большой процент россиян был. Остальные все были. Немного было иностранцев. То на чемпионат мира, я уверен, что у нас там по полстадиона будет только иностранцев. Непосредственно болельщиков этих команд, которые будут играть. И это дополнительная нагрузка на нас, на организаторов мероприятия, на соорганизаторов мероприятия. Потому что одно дело, когда мы проводили чемпионат, вернее, матчи домашние дома, вернее, проводили матчи в Сочи. И одно дело, когда здесь приезжали все в основном сочинцы. Ну, большая часть была сочинца. И другое дело, когда будут люди, которые не только не знают Сочи, но не знают и Россию, да, будут приезжать сюда. И нам надо будет показать таким образом, чтобы они все влюбились в наш город. И реклама, конечно, это все нужно. Поэтому и так. На кону престиж края и страны. Поэтому удачи, удачи вам в работе, Сергей Валерьевич. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо. Напомню гостям нашей программы. Сегодня был заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Сочи Сергей Юрченко. Сочи Сергей Юрченко. Спасибо. Спасибо.